В весенний период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают лесные и степные пожары. Часто из-за таких возгораний огонь уничтожает хозяйственные постройки и жилые дома граждан. Правилами пожарной безопасности запрещается разведение костров в хойных молодняках, вблизи деревьев и в лесопосадках. Категорически запрещается не только разводить костры, но и посещать лесные массивы в сухую ветреную погоду. Печальная статистика свидетельствует, что основными причинами пожара в пожароопасный период являются брошенные незатушенные костры, окурки и спички сжигания сухой травы. Представители Управления по чрезвычайным ситуациям города отмечают, что правила разведения и тушения костров должны знать и взрослые, и дети. Костры разводят на расстоянии не менее 10 метров от деревьев на площадках, очищенных от сухой травы, листьев, веток, защищенных минерализованной полосой не менее полметра. Покидая место отдыха, необходимо обязательно потушить костер. Если не найдется поблизости воды, нужно тщательно засыпать его землей. Не следует отходить от костра до тех пор, пока угли в нем не затухнут. В пожароопасный сезон запрещается бросать в сухую траву и в лесу горящие спички, непогашенные окурки оставлять на природе бутылки или осколки стекла, выжигать траву, а также стерню на полях, разводить костры, въезжать в лес на машинах без искорогасителя, недопустимо заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом. Никогда не поджигайте сухую траву. Сжигание листвой мусора сухой травы вблизи строений является нередкой причиной пожара. Сжигание может производиться не ближе 50 метров до зданий и сооружений. Поджигая траву или мусор на участке, учитывайте, что ветер может сделать огонь неуправляемым и раздуть тлеющий очаг, оставшийся незатушенным. В случае обнаружения пожара обязанность каждого немедленно сообщить об этом в противопожарную службу 101 или 112.